Согласитесь, что некоторые профессии привлекают к себе повышенное внимание. Об одной из них мы сегодня и хотим поговорить. Это профессия стюардесса, причем стюардесса китайская. А в чем, собственно, разница, спросите вы? Ну, с некоторых пор разница есть и довольно ощутимая. С 2013 года из-за участившихся нападений на китайских бортпроводниц их подготовка больше напоминает подготовку спецназовцев. За каждым жестом и каждым движением этих милых девушек стоят многочасовые напряженные тренировки, с которыми справится не каждый из нас, мужчин. Начнем с этикетной подготовки. Например, для того, чтобы научиться держать безукоризненную улыбку, девушки зажимают между зубов деревянные палочки. Именно так путем многочасовых тренировок можно достичь ровной, красивой улыбки. Ну, а для хорошей осанки, как положено, книга на голове. А в доказательство того, что навык отработан, нужно 3 минуты простоять в нейтральной позе, удерживая бутылку минеральной воды на голове, а между коленей лист бумаги формата А4. На занятиях по полетному этикету отрабатывается буквально каждая поза, которая может быть принята бортпроводницей во время рейса. Как сидеть, как стоять и как наклоняться. Причем на всех занятиях будущие стюардессы должны быть одеты строго по форме. Ну и, конечно, помимо этикетов, в колледжах большое значение уделяют безопасности. Этой теме посвящены отдельные уроки, на которых стюардессы обучаются приемам кунг-фу и тэквондо. Часть занятий по боевому искусству проходит на открытом пространстве и больше походит на тренировку солдат, нежели на уроки бортпроводниц. Уроки на свежем воздухе включают в себя рукопашный бой, преодоление полосы препятствий и приемы с холодным оружием. К примеру, на выпускном экзамене будущая стюардесса обязательно должна разбить рукой керамическую тарелку, причем с одной попытки. Отдельное внимание во время занятий уделяется урокам по обезвреживанию злоумышленников. Разумеется, в условиях, максимально приближенных к полетным. И, кстати, как вы думаете, почему пища во время полета приобретает другой вкус? На это есть несколько причин. Во-первых, на вкусовые качества человека влияют такие факторы, как атмосферное давление и влажность. С их понижением человек хуже распознает сладкое и соленое. Сладкое кажется кисловатым, а соленое – пресным. Зато пища с нейтральным вкусом в прямом и переносном смысле приобретает неземной вкус и пользуется бешеной популярностью. Например, томатный сок просто лидер среди воздушных напитков. Во-вторых, вкус пищи, несомненно, зависит от способа ее приготовления. В основном авиакомпании приобретают еду у кейтеринговых компаний, где приготовленная пища замораживается в камерах с температурой минус 60 градусов. Естественно, такое шоковое охлаждение убивает натуральный вкус продуктов. Ну и в-третьих, как бы это странно ни показалось, но шумовой фактор также сказывается на вкусовых рецепторах. Поэтому чем сильнее гудят моторы, тем меньше нравится еда. Кстати, изначально кормить во время полета придумали для того, чтобы снять стресс и завладеть доверием пассажиров, а не для того, чтобы утолить их голод. И еще в целях безопасности большинство авиакомпаний обязывает своих пилотов есть разные блюда. В связи с этим у командира и второго пилота разное меню. Так что если даже один пилот чем-то отравится, второй сможет держать управление полетом под контролем. Субтитры создавал DimaTorzok